Мы все знаем, дорогие братья и сестры, что Великий Пост состоит из двух частей. Из сорокадневного поста, или как его именуют церковь, Святой Четыридесятницы, и Страстой Седницы. Вот закончились сорок дней поста. Закончилась Святая Четыридесятница. Это как бы наша часть поста, человеческая, если можно так сказать. То есть мы за эти сорок дней должны постом, должны были себя подготовить к тем великим событиям, великим по значению для каждого из нас событиям, которые будут происходить вот на этой Страстной неделе. То есть за эти сорок дней поста мы должны были очистить свои души, чтобы наши глаза стали видеть, и чтобы наши уши стали слышать то, что будет происходить дальше. А дальше будет происходить то, что мы будем созерцать на Страстной Седмице, как Господь идет к нам, как Он преодолевая все чинимые нами препятствия, нами, а то людьми, слабостями человеческими, грехом человеческим, как Он идет к нам, как Он идет к нашим душам для того, чтобы их спасти. И это событие, безусловно, величайшее событие, которое положено Творцом нашим в основы всего мироздания. Вот то, что произошло в то время в Иерусалиме, это те события, вокруг которого как бы вращается все мироздание, которые находятся в центре мироздания, которые являются одними из основополагающих основ этого мироздания. Мы так, православные христиане, верим. И вот, дай Бог каждому из нас увидеть Христа вот в эти дни. Мы все время готовились, весь Великий Пост, мы готовились к тому, чтобы узреть Христа. Не только Его воскресение, но и этот путь к воскресению, который Он прошел. И это самое главное, потому что человек, если он увидит Христа, если он опознает своей душой, если он полюбит Христа, если он поймет, что за всем этим стоит, то это и есть спасение человека. То есть сейчас самый главный период времени для нашего спасения, он бывает раз в году. Раз в году мы празднуем воскресение Христово, и раз в году бывает срастная седмица, когда мы смотрим и видим этот путь Христов. И вот эти ветви вербы или других растений, которые держат в этот день в руках, это свидетельство о нашей внутренней духовной готовности исповедовать Христа. Эти вербочки, они не имеют никакой абсолютно мистической силы. Вы не слушаете ради Бога того, что говорят по радио, по телевизору. Это все неправда. Все вот эти народные обычаи, это все язычество. Это все ничего не стоит. И если вы пришли сейчас за какой-то пользой для себя, что вот эти вербочки вам как-то в чем-то должны помочь, вы себя обманываете. Не делайте этого. Это просто символ, символ нашей внутренней духовной готовности созерцать эти события, которые произойдут вслед за пришествием Христа в Иерусалим. Если вы как-то по-другому думаете, то вы просто неправославные люди. Они не имеют никакой мистической, магической силы, вот эти вербочки. Ни какого значения не имеет их освящение. Мы приносим в дом как бы часть церковных молитв. Когда мы помолились в храме, держа в руках вот эти вербочки, мы как бы уносим домой часть вот Духа, часть церковной благодати, часть молитв в церкви и приносим их домой, чтобы и у нас дома тоже была такая же благочестивая молитвенная атмосфера, как и в церкви, как и в храме. То есть это символ. Это символ нашей духовной готовности встретить Пасху. Не более того. Так что, дорогие братья и сестры, я всем вам желаю быть христианами, чтобы вы понимали, что стоит за этими событиями. У нас мало людей приходит на службу, мало людей заботятся о своей душе, но зато тысячи и даже миллионы, которые не понимая какой-то внутренней сущности, стараются не исполнять какие-то внешние обряды и думают, что это пойдет им на пользу. Но никогда им это на пользу не пойдет. Эти обряды, это все нужно для того, чтобы достучаться до наших душ. Мы соблюдаем внешние какие-то установления для того, чтобы эти внешние дела наши перешли во внутренние. Если это внешнее не переходит во внутреннее, она абсолютно никакого значения для нас не имеет. И вот можно посмотреть, сколько людей стоит в храме, и можно будет сравнить, сколько людей стоит на улице с этими вербочками, которые даже в храм не зашли. Зачем им эти вербочки? Вот они сами этого не знают. Они наслушались этого радио, наслушались этого язычества, телевидения, и абсолютно, к сожалению, свидетельствуют этими вербочками о своем нехристианстве и о своем неправославии. Так что, дорогие братья и сестры, Господь сотворит человека разумным для того, чтобы он мог понять промыслы Божии, понять заботу Бога о человеке и быть сознательным как бы рабом Божьим, а не язычником обряда верца. Так что я вам всем желаю, дорогие братья и сестры, еще осталась неделя до Пасхи. Не думайте о том, что вы будете кушать на Пасху, что вам испечь, что вам приготовить. Не об этом надо думать. Об этом думают язычники и не христиане. Христиане должны думать о своей душе. Они должны видеть, что, какие преграды преодолел Христос для того, чтобы войти в нашу душу. Какое наше сопротивление, что мы только не делали, мы его заплевали, мы насмехались над ним, мы распяли его, убили его, и он все равно, он вошел в наши души. Вот. Так что мы должны заботиться о том, чтобы наша душа была со Христом, а не о том, что мы будем кушать на Пасху. Но, к сожалению, многие, совершенно не являясь христианами, думают, что они христиане. Приходят с этими вербочками, с этими Пасхами, и думают, что это христианство. Вот это не христианство, дорогие братья и сестры, это язычество. Это ничего общего ко христианству не имеет. Христианство – это дух, христианство – это душа человека, а не внешние какие-то обряды, или какая-то кухня кулинарная. Так что будем стараться, дорогие братья и сестры, быть христианами. Осталась у нас неделя до Пасхи. Давайте приложим все свои силы, чтобы встретить Христово Воскресение с духовной радостью, не пищей телесной, а как бы пищей духовной, с тем, чтобы наши души за это время открылись Христу. Я вам всем, всем нам этого искренне желаю. Спасибо с Господем. Благословение Господне на вас, и благородать его и человеколюбие, всегда, ныне и пресно, и в веки веку. Аминь. Слава тебе, Христиану Божию, умывая нас, слава тебе.